Привет дорогим моим и любимым зрителям, привет дорогим моим студентам, не моим студентам, тоже привет! Всем вам всего самого хорошего! Я хочу сказать, что скоро в Сибирском Федеральном Университете стартует конференция «Молодёжь и наука. Проспект Свободы». Я считаю, что это очень интересная площадка для того, чтобы проявить себя, проявить свои таланты, написать что-то, получить какую-то публикацию, и требования несложные. Я думаю, что в принципе это очень хороший шанс для того, чтобы попробовать начать заниматься наукой или продолжить ваше занятие наукой. В принципе, я считаю, что это просто-просто-просто хорошая возможность, которую не нужно упускать. Я хочу сказать, что скоро у нас будет эта конференция. Скорее всего, в Институте педагогики психологии и социологии. Она состоится с 15 по 22 апреля, вот в эту, одну из последних апрельских неделек, тогда, когда ещё все студенты у нас находятся на учёбе, на зачётной неделе будут находиться четверокурсники, все остальные будут просто заканчивать свой семестр. Площадка очень интересная наша называется. У нас их будет довольно-таки много и по педагогике, по социальной педагогике. У нас будет сколько площадок этих. В принципе, я тут не буду рассказывать сейчас про все, потому что про все, если нужно, будет сделать специальное видео, уже где будет написано всё на листочке. Покажу вам более подробненько, что писать, куда писать. И обязательно, конечно же, будет на нашем сайте информация иппс.сфу-крас.ру Но я хочу сказать, что у нас от кафедры социологии будет также интересная площадка. Называется она «Социология, реклама и пиар-технологии в современной России». Она состоится в двух формах. По социологии будет запланирована дискуссионная площадка, где мы сможем поделиться всем опытом, проблематикой относительно современной социологии в России, о, в принципе, всех тенденциях развития социологии. А вот по пиару у нас будет постер-сессия. То есть вы пишите тезисы на две страницы и презентуете на постере в формате Ватмана свою презентацию, которую мы повесим в первом колодце по адресу просвет «Свободный 79». И каждый желающий сможет в указанное время ознакомиться с интересными материалами, которые касаются рекламы и пиар-технологий. Я хочу сказать, что, в принципе, я составила пять интересных тем для обсуждения. И я приглашаю всех желающих, не только пиарщиков, и, конечно же, не только пиарщиков Института педагогики психологии и социологии. У нас также есть пиарщики гуманитарного института, а также Сибирского аэрокосмического института или академии сейчас, опорного вуза. Я хочу, чтобы все-все обязательно приняли участие в этой конференции. Я буду с удовольствием принимать все работы. Давайте я вам озвучу тему, по которым я бы хотела, чтобы вы писали свои работы. Первое. Связи с общественностью в современной России. Прогнозы сценарии. Здесь я хочу, чтобы вы дали ответы на вопросы, куда двигаются современные связи с общественностью, куда нам идти. Нам идти в западном направлении, в восточном направлении, в своём направлении. Есть ли вот эти вот западные технологии, сильно ли они отличаются от российских, отстаёт ли Россия или впереди, наоборот, планеты всей. Я бы хотела, чтобы вы дали вот такие вот интересные сценарии и также свой прогноз, что будет со связями с общественностью в России в ближайшее время. Затем опыт зарубежных специалистов по связям с общественностью для применения в реалиях современной России. Это тема номер два. Это те, кто считает, что на Западе связи с общественностью ушли далеко-далеко от российских, то, конечно же, вам сюда. Обобщите этот опыт, укажите, что вы изучали и обязательно поделитесь своим мнением на постере и в своих тезисах. Я думаю, что эта тема тоже очень интересна, актуальна и поклонников у данной точки зрения. Очень-очень много я это знаю по своим студентам. Тема номер три. Новые рекламные возможности, как инструмент специалиста по связям с общественностью. Также тема, я думаю, очень интересная. Сегодня уже старые рекламные технологии работают все хуже и хуже. Они не так востребованы. Их используют не так открыто, широко и повсеместно, как раньше. У нас появились новые рекламные возможности. Я вам не буду точно говорить, какие, потому что если я сейчас назову хотя бы три из них, это уже готовая статья. Подумайте сами и подумайте о каких-то интересных, необычных возможностях, методах, способах, инструментах, которых, в принципе, могут не называть ваши конкуренты. Потому что все-таки за участие в этой конференции будут даваться первых три призовых места. И я желаю, чтобы именно самые лучшие и достойные одержали победу в этой конференции. Номер четыре тема – исторические формы проявления рекламы и пиар. Эта тема, мне кажется, очень интересна. И для тех, кто только начал изучать специальные связи с общественностью, для тех, кто учится на первых курсах, я думаю, что эта тема наиболее актуальна. Если вы еще не разобрались в новых возможностях, в зарубежном опыте, в российском пути, то эта тема как раз для вас. Пятая тема – политический пиар в России и в мире, правовые и этические нормы и правила игры. Сейчас у нас огромная база для анализа, для того, чтобы мы поняли, как играет мир, как играет Америка, как играет Европа, по каким правилам играет Россия. Я думаю, что те, кто интересовался политическим пиаром, могут написать замечательную статью, могут написать любопытные тезисы, сделать очень интересную презентацию на постере. И эта тема, мне кажется, очень и очень выигрышная. Если очень будет много заявок, то мы рассмотрим возможность выявить победителя в каждой из этих тем. Если вы хотите обобщить все пять тем и сделать вот такую вот интересную презентацию, то тоже добро пожаловать. Не забывайте, что название для вашей темы должно быть не вот этой вот основной темой, а вы или расширьте, или сусьте, уйдите или, соответственно, вглубь, или вовне. Но тема, она должна быть вашей авторской, она должна отражать основное содержание ваших тезисов. Я вам обязательно расскажу, что нужно писать в тезисах. Это будет в следующем видео, потому что в одном я не хочу все это соединять. Я хочу только дать вам толчок для того, чтобы начинать писать. И, в принципе, я чуть позже расскажу, куда отправлять эту статью, если вы хотите со мной посоветоваться, или же вы просто не понимаете, что далее делать. Обязательно напишите мне письмо на мой личный ящик вебер.сфу-собакамейл.ру Я вам расскажу, могу посылать бумажку, где будут написаны все правила и также правила оформления тезисов. Правила оформления тезисов и заявок я здесь уже поставила. И если у вас хорошо видно, поставьте просто на стоп-кадр, ознакомьтесь вот с этими бумажками, для того, чтобы знать, как оформлять список литературы и также тезис. Ну, а если это будет плохо видно, я увижу это на камере, когда буду просматривать на компьютере, я обязательно расскажу вам еще раз. Добро пожаловать к участию в конференции «Молодежь и наука. Проспект Свободный». Я буду всех безумно рада видеть на своей площадке по рекламе и связям с общественностью, будь вы на первом курсе или на четвертом, будь вы магистром или же просто человеком, который интересуется рекламой и пиар, обязательно примите участие в данной площадке, для того, чтобы познакомиться со мной поближе, пообщаться, для того, чтобы поделиться опытом с коллегами и для того, чтобы проявить себя, показать себя. И тезисы все прилично оформленные и хорошие будут опубликованы в электронном сборнике конференции, поэтому это плюс также в ваше портфолио. На этом я со всеми вами прощаюсь. Творческих вам успехов, мои дорогие вдохновения. И всем всего доброго. Пока-пока.